Здравствуйте! Мы снова приехали в магазин галереи косметики. И давно мы с вами не разговаривали на тему грамотного и правильного очищения кожи лица. Давайте напомним основные принципы, вспомним, чем и когда и как лучше кожу очищать. Продолжение следует... Самое первое правило это то, что очищая кожу мы не должны ее слишком обезжиривать, чтобы не возбуждать желание сальных желез вырабатывать еще больше кожного сала, что очень важно как раз для комбинированной жирной кожи, например. Кроме того, мы не должны очищать кожу так, чтобы поубивать всю нормальную микрофлору. То есть наши очищающие средства должны быть как минимум микробиом-френдли и не должны разрушать защитные барьерные функции кожи, растворяя напрочь наш гидролепидный барьер. Таким образом, в составе очищающих средств, использующихся для поверхностного очищения, то есть которые, как правило, содержат мылящиеся какие-то моющие основы компоненты, не должны содержать такие компоненты, как луретсульфат, лурилсульфат. Лучше, если это будет какая-то мягкая, щадящая основа из поверхностно-активных веществ. К таким поверхностно-активным веществам относятся кока-глюкозид, акамидопропилбетаин и другие неоногенные палы, которые мягко очищают кожу. Они, как правило, не так сильно пенятся, как обычный лурилсульфат, но при этом достаточно эффективно очищают кожу от загрязнений и не очень стойкого макияжа. Если на примере гельтека рассматривать такие средства, то, конечно, самым универсальным вариантом это будет очищающий гель на кока-глюкозиде в качестве моющей основы, которым, как известно, можно мыть всю семью от нуля до 100 и с лишним лет. Если нужно чуть более жестковатое очищение, но, опять-таки, без жёстких паф, достаточно щадящее, то чуть больше поверхностно-активных веществ содержит пенка и имеет такую текстуру плотной пены из пенообразователя, который выходит. Мусс Алоэ Вера тоже содержит и кока-глюкозид, и теококайл-глутамат. То есть он очищает достаточно мягко, но уже так более интенсивно. Очень хорош для домашнего ухода и очень хорош для завершения двухфазного очищения с использованием, например, гидрофильного масла. Про гидрофильное масло скажу чуть попозже. А сейчас вспомним о том, что, чтобы правильно завершить поверхностное очищение и снятие макияжа, нам обязательно нужно использовать тоник. Тоник используется для того, чтобы восстановить, причём быстро восстановить PH кожи. Сама она тоже восстановит, конечно же, рано или поздно. Он должно пройти тогда достаточно длительное время, порядка двух часов, чтобы он восстановился нормально. Тоник нам нужен таким образом для восстановления PH и для того, чтобы дочистить кожу от остатков поверхностно-активных веществ, которыми мы умывались, и каких-то балластных веществ, которые находятся в водопроводной воде. Поэтому тоник, в отличие от очищающего средства основного, не должен содержать поверхностно-активных веществ в составе. То есть смотрим, чтобы там не было в составе клоксомер 184, полисарбат 20 или 80, то есть какие-то именно павы. Тоник, как правило, должен содержать большое количество воды, какие-нибудь экстракты полезные. Может, в принципе, содержать какие-то функционально-нагрузочные активные ингредиенты, например, ахокислоты. Но поверхностно-активных веществ, моющих основ, он там содержать не должен. Среди тоников можно выбрать, например, с гидрозатом коллагена, алоэ вера, как универсальный вариант. То есть для чувствительной кожи, которая очень хорошо подходит, как видно из названия, гидрозат коллагена, эластин ещё в составе и сок алоэ вера, снижает чувствительность, смягчает кожу. Можно, если кожа, например, комбинированная, не обязательно, что проблемная или жирная. Можно использовать балансирующий тоник для жирной проблемной кожи с гомомелисом. Можно использовать, например, для возрастной или атоничной тусклой кожи вместо тоника, в качестве тоника, лосьон концентрат Нео. То есть препарат активный с 10% липосомальным дигидрокверцетином. Но так как он имеет текстуру тоника и упакованный в флакон, можно наносить на ватный диск, протирать кожу после умывания. Это как раз идеальный, я считаю, тоник и мой любимый для людей уже возрастной группы 40+. Ну, в общем, вариантов, как говорится, всегда найти можно много. Основные моменты, как говорится, я вам объяснила. Что касается снятия плотного макияжа. Для того, чтобы снять плотный макияж, нам понадобится гидрофильное масло. Сейчас мы посмотрим, что здесь в магазине есть ещё. Может быть, какие-то ещё варианты есть гидрофильных масел. Потому что у нас, например, гельтеки гидрофильного масла пока нет. Но, может быть, скоро будет. И есть ещё такой момент, когда кожа либо очень плохо переносит контакт с водой, именно с мылящимися основами не дружит, либо вы находитесь в таких условиях, когда вы временно ограничены в использовании воды для умывания. Где-то вы, допустим, в поезде, в самолёте, или, допустим, нужно на улице при долгой прогулке обновить СПФ, не снимая при этом с себя весь макияж. Для этого на помощь тогда придёт мицеллярные лосьоны. То есть мицеллярный лосьон – это жидкое моющее средство, но которое не пенится, не мылится. И его можно снять тоже ватным диском, например, пропитанным тоником или какой-нибудь кипячёной питьевой водой хотя бы. То есть у нас есть лосьон очищающий, это мицеллярный лосьон, тоже он содержит павы. Естественно, как все мицеллярные воды, его нужно снимать водой либо тоником. И как раз он для таких целей очень хорошо подойдёт. Ну, посмотрим для начала, что есть из мицеллярных ещё в галерее косметики представленных растворок. И поглядим заодно, что есть из гидрофильных масел. Потому что гидрофильное масло – это тоже очень хорошая штука. На самом деле, если вы используете стойкий макияж, какой-то плотный, камуфлирующий, то смыть обычным очищающим гелем, например, его будет очень сложно и до конца всё равно не получится смыть. Поэтому для этого как раз подходит жиросодержащее очищающее средство. Гидрофильное масло – это, как правило, комплекс каких-то масел. И паф. А молочко, соответственно, это, можно сказать, лёгкая эмульсия, которая тоже содержит паф в составе, растворяет макияж и загрязнение. И если мы имеем стойкий макияж, то сначала мы должны умыться гидрофильным маслом. Оба эти средства – молочко и гидрофильное масло – эмульгируются с водой. Наносится гидрофильное масло на сухую кожу, а молочко, как правило, наносится уже на влажную, как и обычная пенка, и там эмульгируется с водой. А после уже завершить очищение нужно обычным, допустим, очищающим гелем. То есть это второй этап получается, двухэтапное умывание. И дальше, как правило, тоник. Давайте прогуляемся, посмотрим, что там есть из мицеллярных, и что у нас есть насчёт гидрофильных масел. Сразу мне на глаза попалась фирма Янсен, в которой есть немало достойных продуктов. Тут есть как раз мицеллярный тоник, и есть молочко с маслом авокадо, которое можно тоже использовать для чувствительной кожи или если нужно растворить какой-то плотный макияж. Здесь есть мицеллярка УПАЁ. Вот она, кстати, достаточно неплохая. Много мицеллярной воды продаётся в аптеках, как известно. Пойдёмте посмотрим, что есть насчёт гидрофильных масел. Ассортимент гидрофильных масел, к сожалению, на данном этапе оказался здесь не очень велик, но я нашла лимоник корейской. Оно, в принципе, достаточно неплохое. Где-то видела какого-то более бюджетного российского производителя. Ну вот какое-то маслице. Честно говоря, я его не пробовала, но по составу вроде ничего. Здесь и масло. Сладкая миндаля, изжаба, виноградные косточки и какой-то добавлен поверхностно-активный компонент, который будет растворять макияж. Можно поэкспериментировать. Помимо поверхностного очищения, нам важно эпизодически и регулярно очищать кожу более глубоко. То есть очищать поры, осуществлять профилактику от чёрных точек, комедонов. Особенно это важно для комбинированной жирной кожи. А также избавлять кожу от гиперкератозы, если она к нему склонна. А если даже и не склонна, помогать ей обновляться. Что тоже очень важно, например, уже в возрасте 35+, и дальше, потому что с возрастом обновление кожи замедляется. Если кожа обновляется хорошо, фактически ведёт себя как молодая, она выглядит лучше. Более гладкая, более напитанная, более увлажнённая. Туда хорошо внедряются активные сыворотки с маломолекулярными формами гиалуроновой кислоты и другими биодоступными компонентами, например, с функцией антиэйдж. То есть чем лучше мы стимулируем обновление эпидермиса, конечно, без фанатизма, тем более молодо выглядит наша кожа. Поэтому посмотрим, что мы можем предложить для глубокого очищения кожи. Естественно, в данном контексте я не могу не вспомнить нашу любимую и мою лично любимую маску энзимную пектиновую от Гельтек, которая является практически универсальным и всесезонным, при том, средством для глубокого очищения кожи. То есть это энзимно-фруктовый пилинг с папаином, с мочевиной, с молочной кислотой 5%, которая в такой концентрации не является сильным кератолитиком, а является скорее увлажнителем. Как мы помним, молочная кислота входит в натуральный увлажняющий фактор нашей кожи, то есть в состав гидролипидного барьера. Энзимную маску можно применять тремя способами. Можно её просто нанести на очищенную кожу, подождать 15 минут. Можно нанести её под плёнку на 15 минут. И можно, что очень хорошо, например, в профессиональных уходах или кто умеет сам себе делать массаж, делать по ней влажными руками сам массаж. Можно в перчатках, но если вы делаете не 10 клиентам в день, как профессионал, а делаете себе 2 раза в неделю, то можно даже без перчаток попилингуете заодно руки и кутикулу. Так вот, экспозиция энзимной маски 15 минут. Применяем мы её не чаще 2 раз в неделю. После очищения, естественно, делаем вот это глубокое очищение, смываем после 15-минутной экспозиции, либо под плёнкой, либо в массаж сделали маску. И дальше мы можем либо продолжить эту уходовую процедуру, например, нанести интенсивно увлажняющую маску, как в удовольствие, толстым слоем, или какую-то другую, я не знаю, какие-нибудь масочки одноразовые использовать, какие вам нравятся, у вас есть. Можно нанести, если стоит цель сузить поры и хорошо очистить их, ещё какую-нибудь глиняную маску. Здесь на самом деле большой ассортимент масок с каолином, и в фирме Джиджи, и в фирме Янсен, и во многих других здесь представлены. То есть на каждой полочке у каждого производителя есть маска с каолином, Холиленд, например. И, в общем, вы можете выбрать себе любую и нанести её после глубокого очищения. То есть, в принципе, мы можем делать такие мини-салонные процедуры дома. Можем делать успокаивающую маску, например, с использованием геля для сухой нормальной кожи Нео, лосьоноконцентрата и одноразовой масочкой. В некоторых наших видео есть инструкция, как её делать, и это достаточно просто. То есть, в принципе, на ваш выбор. А можете просто сделать глубокое очищение, смыть эндзимную маску и нанести свой привычный вечерний уход, не забывая протонизировать после смывания маски кожу каким-то подходящим вам тоником. Таким образом, мы будем тщательно, но щадяще ухаживать за кожей, не разрушая гидролепидный барьер, не убивая нормальную микрофлору. И кожа будет выглядеть гораздо лучше, свежо, красиво, будет гладкой, ухоженной, без комедонов, воспалений. Ну, в идеале, конечно. Всё это не только от очищения, конечно, зависит. И поэтому эти советы берите на вооружение. Если есть вопросы, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Будем рады общению в формате YouTube. До встречи в новых видео! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!